Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. Студия Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Черкесске облачно-дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 8, плюс 10 тепла. Онкологический диспансер Карачаева-Черкесии стал лауреатом всероссийской премии «Будем жить» в номинации «Лучшее учреждение». Премия была учреждена 7 лет назад и вручается за выдающийся вклад в борьбу против рака и неоценимую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Означимым для Республиканской онкологической службы событий Артур Мхце. Премии от Ассоциации онкологических пациентов вручались лучшим медицинским организациям онкологического профиля в седьмой раз. На сцену Государственного Кремлевского дворца в Москве вышел руководитель республиканского диспансера имени Бутова Зубер Махов, чтобы получить награду за выдающийся вклад представителей профильной службы в борьбу против рака. Нам очень приятно было получить этот приз от главного онколога Российской Федерации Академии наук Каплина Андрея Дмитриевича. По голосованию пациентов наше учреждение заняло первое место в этой номинации. Нам очень приятно, что голосование проводилось среди пациентов онкологического профиля. В традиционно отмечаемый Всемирный день со злокачественными заболеваниями диспансер Карачао-Черкесии впервые был признан лучшим медицинским учреждением своего профиля. За полвека существования в регионе онкологической службы она прошла трудный путь от скромного диспансера на 25 коек и ограниченными возможностями в лечении до одной из лучших в стране организаций данного профиля. Здесь ежегодно получают консультационную помощь более 20 тысяч человек, а специализированное лечение около 9 тысяч пациентов. Причём в Карачао-Черкесию приезжают люди из многих российских регионов, чтобы воспользоваться услугами республиканских онкологов. В Карачао-Черкесии построен современный онкологический центр. Мы переехали в конце 2018 года. Диспансер оснащён очень хорошо для выполнения всех технологических операций, всех рутинных операций. У нас здесь проводится и лекарственная терапия в полном объёме, проводится лучевая терапия. Обеспеченность лекарствами в Карачао-Черкесии стопроцентная. Мы пользуемся всеми инновационными препаратами, которые необходимы при такой стадии, при такой локализации. Благодаря нацпроекту здравоохранения медучреждение оснащено самым современным оборудованием. Ежегодно на его площадке проводятся обучающие конференции. Региональные специалисты постоянно контактируют по различным вопросам с центральными клиниками онкологического профиля. И работа над дальнейшим повышением качества и доступности помощи по данному направлению будет продолжена. Артур Махцем, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачао-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире. Удачного дня и до встречи в эфире.